Привет, ребята! У меня сегодня для вас новинка. Это 20-ки от DL Audio. Моделька называется Raven 200. Стоимость сразу скажу. Стоят они за пару динамиков 4490 рублей. Вот так выглядят сами динамики. Номинальная мощность динамиков 125 Вт. Частотный диапазон заявленный от 80 Гц до 11 кГц. Номинальное сопротивление 4 Ом. Средняя чувствительность 98,8 дБ. Белая. 1 дюймовая звуковая катушка. Резонансная частота 74 Гц. Эквивалентный объем 29,6 литра. Добротность 0,44, ребята. Вот такие параметры. Ну и по размерам, я думаю, немаловажно. Тоже многие спрашивают. Внешний диаметр у динамика 209 мм. И посадочная глубина 83,5 мм. Диаметр монтажного отверстия, то есть, которое вам нужно вырезать, чтобы динамик туда влез. 186 мм. Очень немаловажный факт, ребята. То, что у него 8 крепежных отверстий. Также хочу отметить, что пенка у этих динамиков не оранжевая. Как у Лайтов, у Барракуды. Она имеет также логотипы. Здесь Райвен. И буква Д. И еще хочу отметить, она цельная. То есть, она не составная. Это тоже такой момент интересный. Подвес у динамика так же, как у остальных динамиков эстрадных. Тканевый. Он имеет две волны. Диффузор тонкий. Как для 20-ки. Вот. Бумажный. И бумажный колпак с логотипом Д. ДЛ Аудио. Больше ничего на диффузоре нет. Никаких надписей, никаких печатей. Динамик необходимо разминать. При глубоком нажатии, при вот таком опускании подвеса и шайбы вниз, происходит характерный хруст. Поэтому нужно динамик, ребята, разминать, чтобы он вышел на свои параметры. Сразу могу отметить, что подвижка позволяет сделать довольно-таки большой ход. Что в одну сторону, что в другую. Поэтому, я думаю, что при резонанс на частоте 74 Гц, динамик довольно-таки хорошо должен басить. С тыльной стороны у нас пятиспицевая корзина. На всех спицах есть вот такие, как бы, ребра жесткости. То есть, такая штамповка, они немножко изменены. И на одной спице логотип ДЛ Аудио. Зажимные терминалы у нас вот такие. То есть, у нас в этом случае не лопаточки. Здесь пластиковая площадка, на которой написано плюс-минус. Плюс у нас с оранжевым кембриком, а минус с черным. Я думаю, это хорошо видно. Подводящие приклеены к диффузору и уходят сразу на катушку. Здесь ничего нет. То есть, лицевая сторона у динамика практически идеальная. Никаких огрехов, никаких потеков клея, пятен и так далее. Ни царапин, ничего нет. Динамики выглядят идеально, ребята. Шайба черного цвета. Довольно-таки мягкая. То есть, рукой легко проминается. Нажимая на нее, вы можете достать при ее прожатии до самого низа корзины. Абсолютно не повреждается при этом. Не хрустит, скажем так, агрессивно. Довольно-таки массивный, ребята, магнит. Как для динамика с дюймовой катушкой. Это хорошо, я вам хочу сказать. Но, опять же, обращайте внимание, что у динамика пониженная добротность. То есть, в принципе, в теории даже можно фазики под эти динамики делать. Можно, в принципе, попробовать, поэкспериментировать, поставить в ЧВ. У меня есть ЧВ с высокой настройкой. Да, есть и с низкой, в принципе. Короче, попробую, послушаю. Кому интересны эксперименты, пишите свои пожелания в комментариях. Жечь динамики я, конечно же, не буду. Ну, резинку, я думаю, вы видели, я снял в процессе разглядывания динамика. Резиночка вот такого оранжевого цвета. Довольно-таки мягкая. Ну, в помещении здесь больше 20 градусов. Поэтому она и снялась легко. Ну, и оделась легко. Проблем с резинкой нету. Вот такая новиночка. Давайте послушаем. Очень интересно послушать действительно звук. Особенно нижнюю часть звука. Той, которой нам особенно не хватает в эстрадных динамиках. Довольно-таки редко встречаются динамики, которые низко довольно-таки могут забраться без ущерба для звука. Поэтому надо будет послушать. Кстати, очень хорошо подобран диффузор. Его плотности вполне хватает, чтобы работать с подвесом без ущерба. Я думаю, будет все вообще нормально. Что ж, давайте... Так, ребята, динамик в стенде. И сразу расскажу по оборудованию. Усилитель это Mosconi Gladden One. Головное устройство Pioneer 520. По низу 63 Гц. 24 дБ на октаву порезал. Поверху фильтр выключен. Чтобы вы понимаете, могли, насколько широко динамик играет. Первое ознакомление это просто понять, насколько динамик хорошо панчет. Я вам сейчас кусочки такие повключаю. Отрезки. Оцените. Естественно, желательно, чтобы вы слушали в наушниках, а не с телефона. Я думаю, понятно, что в телефоне панча-то никакого нет. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 катушка выгоднее, когда нет много мощности, когда вы хотите просто сэкономить. Эта экономия довольно-таки большая получается. По характеру звучания я сейчас ничего не буду говорить. Все динамики были на обзорах уже. Сравнять их сейчас я не буду. Не буду говорить там этот вот такой, этот вот такой, этот вот такой. Просто расскажу вам про вот этот динамик. Хорошо панчет, середина яркая, особенно на самых верхах. В районе где-то 8-9 килогерц. Очень высоко забирается. И я думаю многим понравится даже без твиттера. Ну я естественно бы все равно твиттер поставил. Ну такой я человек. Я люблю с твиттерами, ребята. Чтобы можно было немножко поднастроить. Давайте послушаем с твиттерами. И я покладываю фильтрацию чисто на этом динамике, чтобы понять какой мне больше звук нравится. Возможно вам тоже понравится. Послушайте. Твиттер буду использовать тоже DL Audio. Это у нас моделька Griffon TV02. Новая моделька с защитной сеточкой такой. Срез по низу оставлю тем же, то есть пониже. Сделаю чуть-чуть потише. Где-то так на 25. Ну и соответственно включаю твиттер. Сейчас этот играет по верху во всю полосу. И буду включать фильтрацию и озвучивать. Надеюсь будет слышно. 5 кГц. Четвертым порядком. 5 кГц. Четвертым порядком. Вот мне нравится на 6.3. На 8 еще тоже нормально. На 10 уже вот эти все яркие остаются моменты. Они мне мешают слышать твиттер. Соответственно твиттер тогда отпадает вообще в нем надобность. Потому что у таких твиттеров у них тоже особенность максимальная громкость достигается. Где-то в районе 8-10 кГц. Соответственно если мы распускаем наш среднечастотник до такой полосы, и он умеет отыграть, мы твиттер практически не слышим. И у нас они складываются еще и вместе. И получается очень такой резкий звук. Но опять же, если вам хочется сэкономить, и вы не хотите покупать твиттеры, попробуйте вот этот именно Raven послушать просто без твиттеров. Колоссально широко играет, ребята. И очень громко. Сейчас я его подрежу еще снизу, и этот же трек включу погромче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 я думаю достаточно послушки что могу отметить играет очень широко и очень громко в некоторых моментах прям въедается в ухо и ты начинаешь чувствовать как шевелится твоя перепонка до такой степени это громко ребят что хочется отметить отдельно и я бы сказал так специально да это первое очень высокая чувствительность из-за легкой подвижки небольшого диаметра катушки ему не нужно много мощности ребята обратите внимание на заявленную мощность это та мощность которой ему будет хватать с лихвой для того чтобы раскрыть свой потенциал второй момент на который я хочу обратить внимание несмотря на то что динамик бюджетный у него 8 крепежных отверстий ребята это это просто офигенно и вы его хорошо можете закрепить он будет стоять жесткая у вас на своем месте герметично что хочется тоже конечно же отметить немаловажно для среднечастотных и низкочастотных динамиков чтобы не было ни подсвистов не призвуков никаких соответственно можете забрать него максимальное количество панча и низких частот ну и ребята еще один конечно же плюс сегодня мы говорим только о плюсах это терминалы зажимные за цену динамиков зажимные терминалы я считаю это просто огонь причем два с половиной квадрата сюда легко вообще залетит я думаю даже четверочку можно впихнуть да я думаю до четверочка влезет спокойно вот ну про все остальное про конструктив про хорошую сборку и все остальное думаю рассказывать хвалить динамик перехваливать нет никакого смысла я считаю что динамик ворвался над на рынок просто с ноги довольно таки много молодых людей прям ищут такой звук бюджетный громкий для любителей громких систем что еще нужно плана подешевле и погромче это два самых главных факторов на сегодняшний день которые способствуют покупке продукта рекомендации по срезам принципе давать наверно бессмысленно я думаю резонансную частоту 74 герц от видели все рекомендация умножать на 2 то не то чтобы это правило ну вот так она как бы безопасно будет поверху опять же если вы любите погромче можете распускать потому что в распущенном состоянии динамик очень громкий если хотите более-менее как бы такой сбитый звук да скажем так по плотнее без излишней яркости то можете зажимать вплоть до четырех килогерц ну а дальше уже выше пускать twitter кто-то может быть будет резать первым порядком кто-то будет резать вторым третьим четвертым тут уже у каждого насколько хватает знаний и умений и вообще практики вот так же можно отфильтровать усилителем в принципе на слух как вам больше нравится ну а кто-то еще раз повторяюсь фильтровать не будет будет слушать во всю полосу еще и без твиттеров и я думаю будет тоже доволен потому что динамик довольно таки самостоятельный зайдет как в двушку так и в трешку если вам нужна громкая середина в трех полоску тоже можете рассмотреть единственное что к нему нужны будут тогда уже какие-то низкоиграющие десятки или двадцатки я очень надеюсь что это видео кому-то из вас окажется полезно не забывайте поставить мне оценку обязательно пишите все что вы думаете об этом но я желаю вам всем удачи чистого и громкого звука пока-пока берегите себя вы че еще здесь идите лайк ставьте пишите комментарии вы че